Это человек, загадка для нас, для всех, но я думаю, что и для себя. Он человечен, он достоин той природы, в которой он родился. Искренне, честно пишет. Его призвал час. Вот с таким отшиванием света, мира, природы, айчины своей. За мою жизнь написано немало работ, и находятся они в разных, и в наших музеях, и за рубежом есть музеи. Совсем буквально недавно мне довелось или повезло выставить в таком престижном месте, как Дворец независимости, своими картинами. Но выставка для художника любая. Это волнение, это ответственность, это экзамен. А в таком престижном месте, как Дворец независимости, это тем более двойная ответственность. И здесь будут видеть твои работы и дипломаты, и гости нашей страны. И можно сказать, это подарок судьбы, поэтому использовать его нужно в полной мере, хотелось вернее. Когда Симон сказал, что будет фильм, я, конечно, очень обрадовалась, потому что считаю, что фильмы нужно снимать о живых художниках, которые действуют ныне. А Симон – это удивительный художник. Это художник, который не боится быть реалистом в наше время, не боится признаться, что он реалист. Хотя, в общем-то, он великий импровизатор, и когда приходишь в мастерскую, видишь, как меняются его работы постепенно, как долго он их пишет, как он их переписывает, придумывает для того, чтобы добиться максимального эффекта, который он желает получить. И это у него везде так. Верь только своему сердцу, своему чувству, и не ври сам себе. Если любишь, так люби уже по-настоящему. То есть, если действительно любишь, значит, будешь делать все правильно. Я тоже считаю, что в искусстве все определяет слово «любовь». Любовь – страсть. Любовь в смысле к тому, что ты делаешь, к своей профессии. Потому что это на всю жизнь, это серьезно, по крайней мере, у художника. И могут быть всякие моменты, взлеты и падения, и нужно не предать себя же. Привет. 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 Я думаю, что у него очень хороший, надежный тыль. Понимаете? Это его супруга. Не надо морать. Прекрасная хозяйка. Прекрасный человек, энергичный, могучего, такого темперамента. Это его вторая половинка. Поэтому они нашли друг друга, соединились, и теперь им хорошо и легко вместе. Один бы он без ними, да, можно было бы поставить знак вопроса. Можно было бы тревожиться за его судьбу. А так я спокойна, все в порядке. У них прекрасная семья. Все семейство. Валерка, видишь, только в год. Жена моя сама из Новгорода Великого. Мы были на практике, на втором курсе института. Мы там распределились на шесть человек по церквям, и мы делали копию и роспись. Потому что я же все-таки монументалист по образованию. Ну и пейзажист, конечно, уже. И график, потому что акварели люблю писать и рисую тоже. И мне достался Софийский собор. И в Софийском соборе я делал роспись. Я работала в школе, была уже зам директора школы, работала второй год. Ну и сестра у меня была, познакомилась она в Новгороде. Они приезжали фрески копировать с художниками. Ну и говорит мне, выбери у меня жениха. Вот на кого пальцем покажешь, за того и замуж выйду. Она красивая девушка была, все. Они с ним уже познакомились с Семеном. Вот приходят они. Все так это смотрят на меня. Я из леса приехала, страшна, как смертный грех. Купила себе сережки. Дешевые вообще, бижутерию. Все говорят, ой, сними. А Семен говорит, нет, вы знаете, вам даже к лицу. Я подумала, вот он самый добрый. И говорю сестре, вот за него замуж выходи. Она мне тоже очень понравилась. Ну и буквально вот это оставшееся время, пока я был, я там иногда с ней встречался. Это был, значит, июль месяц. А 3 ноября я уже с ней женился там, в Новгороде. Вот. А потом родилась дочь. Я был в Минске. Она там рожала, жена. Тогда учил телеграмму. Поздравляю с дочкой. Мама. Поздравляю с дочкой. Мама. Да. Все документы. Если бы день промедления был, то нам этого было бы не видать. Отлично чувствуем себя здесь. Наедине с природой. Семен рыбу ловит. Я в лес хожу за ягодами. Только рыбу, и рисую. Да. Мы летом больше всего рыбкой увлекаемся. Фанатик. Фанатик, да. Для него как живопись, так и рыбалка. Вот. Две вещи, без которых он жить не может. Иногда два мешка рыбы тащит. Подняться в горку не может. Дочку завернуть. Всех котов здесь. Все лето кормят. И соседок бабушек. Не только котов. Делятся с соседями. Ну а мы тройную уху едим каждый день. Для пейзажиста природа это самое главное. Без природы пейзаж его просто не существует. Поэтому... Но меня повезет еще что. Что я здесь могу рыбачить, ходить в лес. Поэтому, как говорится, очень удобно. Можно здесь и писать. Хорошие мотивы есть. Духом напоенные Богом, солнцем эта земля. И он это тонко отшивая, вельми узнесла. Вельмитон. Достоин той природы, которой он родился. Искренно, честно пишет. Она видна. Поэтому в колоритах. Самое... Вообще любое его произведение возьми. Да, когда смотришь на работы на выставке его, видишь, кажется, нормальный реалистический пейзаж, который ты видишь в деревне. Но нет, это совсем не так. Художник компонует долго, работает над этюдами, над набросками. Иногда что-то переносит совершенно из другого пейзажа. В результате получается каким-то невероятным образом, путем вот этого размышления, компоновки, соединения, удивительный национальный белорусский пейзаж, который трогает сердца белорусов, которые узнают вот эти вот деревенские улочки, или эти баньки, или эти косогоры, или эти пейзажи, совершенно непритязательные. У него это получается совершенно замечательно. Создать произведение, в котором будет сочетаться все. Да, и цвет, и погода, и настроение, и состояние. И мы это видим в его работах. Это действительно очень, ну, такие пейзажи настроения. Гроза уходит, да, зимний лес, или же хутор, либо это зима, весна, то есть переходное состояние природы, которое очень сложно остановить, да, которое мы видим их, восхищаемся ими, но когда художник их пытается перенести на бумагу, и причем при помощи очень сложной техники, это действительно уже мастерство. Я ехал как-то на дачу, есть перед Ильей такая деревня Гута. Улица, и не одно окно. Все как-то окна расположены в сторону дворов. Я впервые такое увидел, и меня это поразило. Света настолько много, все настолько прозрачно, все это струится. Посмотрел как-то, представил все. И написал работу буквально за несколько часов. Интересно, что всегда в его мастерской звучит музыка. Классическая музыка, самая разная музыка. И он ее слушает, мне кажется, 8 часов пока работает. Отсюда такая особенная духовность и самого облика Семена, и его картин. Казалось бы, сельский пейзаж, но классика мировая. Каким-то образом это все гармонизируется, приходят вот такие чудесные пейзажи. Совсем недавно у нее посчастливилось побывать в гостях у Семена Дамарада. Хотя мы вместе росли на одной реке, в Березине. Вот. Но когда я увидела впервые этого человека, меня очень впечатлили такие ребяческие глаза, которые обрамляет серебро волос. И вот по таким впечатлениям у меня родился вершина белорусской мое. Севых волосов серебро, Ужу студить пауденную спеку, А в шерых в очах облоки Бягуть и бягуть босиком. Я то в Бабруйске родился. Я жил в таком обычном частном деревянном доме, который построил все время отец после войны. Помню, что у нас была груша красивая в саду, яблони были. Городик был такой небольшой. Мы ходили на рыбалку. Он говорил, что встанешь пораньше, пойдешь потрясешь грушу. Груш, грушу. Груш, значит, яблок. Я уже не сплю полночи, жду, чтобы не прозревать этот рассвет. Вот это то, что я помню самого такого яркого. Я написала о Семене такой материал в «Народную газету» в «Союзное вече». И вот Семен вошел в эту галерею творческих людей, о которых я писала. И так статью и назвала, как и книгу «За плотью слов». Он мне давал интервью. И я помню, как он интересно размышлял. Ведь вот самое интересное, это когда человек раскрепостится и выговорится. И вот тот момент как раз наступил. Он рассказал очень много интересного о детстве своем, о том, как его отец был художником, как Семен подолгу мог рассматривать картины часами. Представляете, это вот мальчик, он уже созревал для художества. Наверное, как сидеть и рисовал что? Наверное, это же было, я в 1948 году родился, там еще рассказы отца про войну и все прочее. Наверное, танк, скорее всего. Вот, хоть он был рядовым служил, но танки у ребят, у мальчиков были в почете всегда. Уже такой возраст, когда человек уже начинает держать карандаш, бумагу, начинает просто что-то там водить, чиркать. Потом там дом пионеров был. Потому что отец хоть был художником и графиком, но он говорит, я не педагог, поэтому там есть люди, которые специально обучены, которые делают все как надо. Отец первый член Союза художников в городе Бобруйске был. Ну, обычно он в саду там или над какой-нибудь темой там своей, какую-нибудь картину если задумает, то делает наброски там, мать поставит там в нужную ему позу с каким-нибудь полотенцем или кустуном, еще чего-нибудь и рисует. Вот, я наблюдаю, учусь. Мать моя никакого особого образования не имела. Она, ну, работала, а очень любила шить в простой очень семье, с деревни Баранок родом. Во время войны у них дом сожгли. Вот, они жили, рассказывала, в землянке до конца войны. А потом кто-то из родственников ее взял к себе в Бобруйск. Ну, там о том, она познакомилась с отцом. С Семеном мы встретились в 1971-м годе, когда поступали в наш институт, тогда еще это Татарно-Мастацкий. Вот, сдавали экзамены. А Семен только что вернулся за армией. Только что, мы там молодые, если не служили, а Семен таки стал, таки уже пришел. Если не поспел нам вот купить некую цивильную оденью, в кризовых ботах таки пришел. Поступила группа, шесть человек. Кожны розны, кожны своим характером, со своим баченням життя, миром, остатства, кожны куда исти, куда исти хочешь, нечто знайсти и много чего. Зрабить. А Семен так спокойно стоит стоить и на все гэта глядзить, как бы трохи сбоку. Бо он мая уже свое мнение на житчо, на мастацтва, на… Ну, его некая вот отчувалась адразу, узнеслась его натуры. Писали разом этюды, а жили все вот в окол оперного театра. Ну, вечеры у нас разом были. Девчаты запрошали. И мы их писали, мы балерин писали в этих пачках все. И они позировали нам. Вот. И цикаво было, что вот вечеры, коли такие устраивали мы, мы их запрошали. А коли они нас запрошали, так уже не одних. А на супрось суворовское училище. Вот это их суворовцы. Как получилось в истории белорусского искусства, что вот как раз в 70-е годы было сформировано целое поколение художников, которых сейчас мы называем мастерами-универсалистами. То есть они способны работать и в крупной форме, они способны заниматься и классическими, традиционными жанрами. То есть живопись, акварель, графика. То есть это удивительно, что действительно вот эта школа, которую прошли они, школа Гавриила Ващенко, Владимира Стальмашонка, то есть школа монументального искусства, дала им возможности использовать свой талант, свои идеи, воплощать эти идеи в любой им приятной и подходящей, находить эти выразительные средства для своих тем. Вот как настоящий истинный художник, он говорит человеку, посмотри на мир не под ноги, не думай о материальном, посмотри на природу, как она живет, посмотри на траву, на солнце, на цветы, на деревья, как все гармонично в природе. А ты, человек, почему ты не можешь так жить? Ну, живи так же светло, как светит солнце, как радуются цветы. Вот мне кажется, это самое главное, о чем говорят его работы. Вы же помните, наверное, его пейзаж «Одвечное» в Национальной библиотеке. Прохожу все время, смотрю на него с большим удовольствием, потому что там тоже выражен образ Беларуси, и не зря именно он среди очень многих и многих художников выбран для оформления символа белорусского знания Национальной библиотеки, как человек, который наиболее точно умеет передать суть белорусской природы. И вот это удивительное сочетание импровизации, фантазии, реализма, умение работать в различных техниках, умение ставить себе задачи и постепенно добиваться ее, это его отличает от очень многих художников, которые работают как бы не знаю для чего. Говорил Хритонович Вашеньков, всегда говорил нам, что монументальное искусство – монументальное искусство, но вы, прежде всего, художники, и вы, если что-то в душе есть, другого какого-то направления, то есть телеграфика и что-то, и вы не должны терять этого. Вы должны постоянно совершенствоваться и писать, и писать, и рисовать. Это просто необходимо и монументалисту. Вот, и я писал акварели, еще был уча студентов, и потом, когда я уже ушел, вернее, закончил, и распорядился в комбинат, и вот были заказы, и мозаики, и прочее, я все-таки иногда писал и работы маслом, и акварелью. Белорусская школа акварели действительно знает много разных этапов своего формирования и существования, но техника акварели всегда невероятно сложная. Только человек, обладающий действительно профессиональным мастерством, способен работать в этой технике, поскольку она требует безошибочного терпения, безошибочного установки мазка. В данном случае, вот, Семен Дамарат рассказывает о том, что он работает по мокрой бумаге, то есть пока бумага пропитана влагой, да, создается образ, создается композиция, и благодаря этому создается вот это сиюминутное впечатление и состояние. Позапрошлым в 100 годзе, это, например, был Белыницкий бюруля у нас на Беларуси. Яго призвал час. Вот с таким отшиванием свету, мира, природы, айчины своей. Вот с таким очевидением. У нас сейчас на гэтый пасад часом запрошенный Семен Дамарат. Вот Дива. Параллель. Любить рисовать не обязательно. Любить надо мир, любить надо природу, родину, землю, хлеб, соль, дружбу, я не знаю, народов. Вообще планета наша. Вот он любит. И там все видно у него. Очень красивый, удивительный художник. Будущее, оно непредсказуемо вообще-то. Я всегда всегда так говорил, что вот... Последняя работа написана. Если она удалась. Кажется вначале самой хорошей. Потом проходит буквально несколько дней. Ты понимаешь, что нет, это не так. И уже пять новых рубеж надо брать. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова